Итак, вопрос номер один. Почему Игорь Дадон не имел права лететь на парад в Москву и каким образом он поставил под угрозу здоровье глав государств, участвовавших в этом мероприятии? Значит, вы все видели поездки Дадона по Молдавии. Он без масок, без перчаток мог обниматься с ветеранами Великой Отечественной войны, находиться рядом с аграриями, советниками городскими, сельскими районами. Значит, масса полицейских охраны. Все это привело к тому, что сегодня более пяти человек из личной охраны Дадона находятся на лечении с подтвержденной инфекцией COVID-19. Мало того, на лечении находится с прошлой недели начальник личной охраны Дадона Лилиан Филиппов, это его финн, Дадон это его ну наш, когда-то он работал у него простым водителем. Этого парня как бы знает, знает вся страна. Значит, и его помощница, значит, Рита Моноли. Значит, помимо этого заражены этой инфекцией полицейские и многие другие люди, которые обеспечивали визит Дадона. Вопрос к Дадону, который уляк и доктор, уляк и пациент. Дадон, то, что ты издеваешься над собственным народом, это преступление. Потому что ты ездишь по Москве, по Москве, вернее, по всей Молдавии, поставил под угрозу всех работников службы государственной охраны, личную помощницу секретаря, своего финна, который сейчас у тебя начальник личной охраны, этого Лилиана. Но ты не уходишь в изоляцию на две недели, так как это предусматривает регламент, значит, национальной комиссии, как это предусматривается. Так вот, ты даже едешь в Москву. Поэтому, если появится завтра инфекция у Путина, Лукашенко, других глав государств, которые участвовали вчера в этом параде, значит, можете быть уверены, что Дадон нас уже выведет на международный уровень. И неважно это, Белоруссия, Таджикистан, Россия, либо другие страны, лидеры которых участвовали во вчерашнем параде. Еще раз повторяю, Дадон, после того, как были инфицированы его охранники, его начальник личной охраны, с которым он шушукается, там, десятки раз в день, личная помощница, секретарь, значит, дама Рита, Маноль, еще раз напомню, да, значит, он обязан был находиться на самоизоляции. То, что ты, Дадон, скажешь, что ты сдал тест, и результат был отрицательный, втихаря может быть. Это тебя не спасает от ответственности, потому что наличие теста не дает права прекратить режим самоизоляции. Напоминаю тебе свой визит в Лондон. Когда я вернулся 12 марта, через 4 дня сдал тест, результат был отрицательный, мне сказали, что я обязан находиться 14 дней до моего инкубационного периода. Твои помощники, охранники, начальники охраны были инфицированы на прошлой неделе, буквально перед твоим визитом в Москву. То есть у тебя, Дадон, еще где-то дней 9, как минимум, должно быть режима самоизоляции, где ты, как президент страны, должен был выйти и сказать, что ты, будучи чуть-чуть пациентом, чуть-чуть доктором, чуть-чуть долбенем, как бы подхватил коронавирус, и как бы вот ты находишься так, как об этом заявляли руководители, премьер-министры, президенты, министры других стран. А не читать нам лекции, как нам себя вести, когда в маске, когда без маски и так далее. Далее, вопрос номер 2. То есть сегодня нужно, чтобы закончить это, вот, значит, сегодня Дадон обязан находиться на самоизоляции и вместе со всеми своими охранниками, даже те, которые не подтверждены, а не заказывать статьи, что вот Бельцы, очередной очаг, примария, потом вот комиссариат полиции, которые просто в Бельцах сдают все, даже те, кто без симптомов, примарии, поэтому цифра большая. Поэтому такая же большая цифра в комиссариате полиции Бельц, и такая же большая цифра будет, если проверить весь комиссариат Кишинева и комиссариаты полиции других районов Республики Молдова. Из-за распространения коронавируса Дадон тебя может привлечь сегодня спокойно к уголовной ответственности. Я не знаю, что там было с Кульком, но сегодня есть депутаты парламента, которые могут направить запросы, которым ответят на тему всех твоих этих охранников. То, что многие лечатся дома по секрету за свои деньги, то, что врачи устали Дадон сегодня от этих всяких там секретных заданий, как, например, Фуртуны. На тему заявления господина Фуртуны, который отправил всем пресс-релиз позавчера, что усатый умирает в программе, сказал про стоимость теста 1860 лей, про то, что врачи были за открытие РНК Бельц, у меня есть аудио и видеодоказательства. Господин Фуртуны, я понимаю, что вас шантажируют уголовным делом, который держат на полочке у Флочи в Чиня, за Дадон или Фуртуну, тоже сентез доктор, ну, поличан, ну, вам плекаться наста. Ну, межже с ласватурли, луи Дадон, кэ тэц, карэ ласкулта аста, салсанта инфлуенсац ди Дадон, департин у нас ажунг.